Кривец. Так. Татьяна, скажи, пожалуйста, как меня слышно? Или напиши. Сейчас открою микрофон. И я тогда буду продолжать, если меня слышно. Не слышно. Хорошо. Слышно, да? Все отлично. Да, да, да. Так. Сейчас посмотрим, будет ли трансляция еще где-то. И тогда начнем, а ребята уже будут. Потом посмотрят в записи, видимо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, все. Тогда больше дожидаться не будем. Я вроде бы на запись поставила. Я расскажу свои мысли. А, почему на видосе? Видно, что ли? Может, в просветлении, по-моему, да? В телеграме. В телеграме сегодня, в просветлении. Ну, все. Кому нужно будет потом присоединяться, либо посмотрит. Так, почему-то мне пишут, что не видно. Нет, мне покажешь, что идешь. Угу. Ага. Да, сегодня такая тема, и, наверное, она не совсем обычная по заголовку, но она будет и по внутрянке точно такая же. А почему именно такая тема возникла? Расстрел богов. У нас сейчас, мне кажется, только из каждой кастрюли идет такое, что там «вы боги», «вы богини», «вы частицы богов», «вы еще кто-то». Женщин на всяких практиках, на всяких тренингах, на каких-то обучалках, им тоже все время говорят там «вы боги», «вы богини», «вы самые лучшие». Мы сейчас прокачаем вашу самооценку, но самооценка – это вообще не про это. И когда идет как раз вот это вот, что я все такая богиня, я весь такой вот бог, это как раз про то, когда ты не можешь запиться, когда ты не можешь корнями прорасти в этой плотности, в той плотности, в которой ты живешь сейчас. И почему женщины не могут себе найти мужчину, да? Потому что они настолько себя привыкли интерпретировать как богиню, и вот мне вот этот не нужен, мне тот не нужен, мне еще кто-то не нужен. А сама по факту ты земной человек, ты просто обычный земной человек. Ты не та богиня, которая обладает какими-то иными способностями, ты обладаешь именно тем пулом своих возможностей, которые есть в этой плотности. И вот это вот восприятие себя, оно убивает любовь к себе, оно обладает самооценку, не подразумевая даже о том, что многие творят. Но так как вы уже привыкли, что я все примеры провожу на себе, то есть я не осуждаю никого. Мне, то, что вы делаете, это только ваше. И если вам так комфортно себя чувствовать, про себя так говорить, себя так ощущать, то это тоже здорово. Это ваш мир, это ваша игра, это ваша жизнь. Поэтому я не лезу туда. Но расскажу о себе. Расскажу о себе, как я сегодня... Как я сегодня себя поймала на новых ощущениях, на новых ощущениях для себя. Меня пригласили на встречу, где был определенный мужчина с определенными знаниями, с определенными видениями, с определенными какими-то своими, своим мировоззрением. И я пришла на эту встречу. Он сидит, рассказывает. Ему задают какие-то вопросы. А я сижу и понимаю, что как бы, ну, все, что он говорит, я это уже знаю. Он ничего не говорит нового. Он ничего не говорит такого, от чего бы я что-то черпнула. И я себя поймала на том, что думаю, вот ты важная тут сидишь. Это я знаю, то я знаю. И у меня сразу же возникло такое ощущение к себе. Ну, тебя пригласили, ты же сюда пришла зачем-то. Ты сюда пришла зачем? Я к себе обращаюсь. Чтобы потешить свою важность, что ты уже все знаешь, что тебе уже ничего не нужно. У тебя что, в жизни все проработано, вот все вот прямо идеально. И поймала себя на мысли, что я даже не даю вариантов кому-либо показать мне мир с его стороны. То есть мне настолько стали неинтересны чужие миры, мне настолько стали неинтересны чужие восприятия, что если я так буду дальше продолжать жить, то что я буду новое рассказывать вам? Что я буду новое пропускать через себя? В какие моменты я могу показывать вам, чтобы вы их проработали, не пропуская через себя? Это же получится уже просто бла-бла-бла. И тогда у меня пришло такое понимание, что, ну, я женщина в первую очередь, да? Он мужчина. Почему я не могу выслушать просто его мужское видение в какой-то определенной ситуации? И когда я начала ему задавать вопросы, мы с ним начали разговаривать, у него тоже не было никакого пафоса, абсолютно нормальный человек, который добился определенного положения самого себя в каких-то моментах своих жизней. И когда он мне сказал свою позицию с мужской точки зрения, я ощутила, что некоторые моменты, которые я знаю, я их намеренно не пропускаю через себя, потому что для меня они кажутся неактуальными. Но пока мы не пропустим какие-то новые видения, какие-то новые ощущения, самопознания, мир другого. Если мы не позволим этому пройти через себя, то мы не сможем отполировать ту грань себя, которую мы могли бы отдавать другому. она, может быть, нам не нужна, но и другого мы тогда не сможем отзеркалить. И это я к чему говорю? Я говорю к тому, что я поймала себя в очередной раз на то, на своей важности. На своей важности, что я уже всё знаю. Мне вот уже и это неинтересно, и то неинтересно. Но мы же какие-то вещи делаем не потому, что мы их не знаем, а определённые вещи мы делаем, чтобы, например, их не забыть. Какие-то вещи мы делаем для напоминания себе о чувствовании чего-либо. Какие-то определённые вещи мы делаем для того, чтобы развить из них, когда их скопится определённый пул, развить из них что-то дальше, что-то новое, какую-то новую грань себя отточить. И такое тоже бывает. И это здорово. Поэтому, когда мы не пускаем себя... Ведь, посмотрите, когда человеку говоришь, сходи вот сюда, или там, приди навстречу туда, и я сейчас в своих кругах очень часто встречаю людей, которые говорят, да я это знаю, я это проходил, я уже вот это вот так вот. Но, тем не менее, очень хотят, чтобы все те же самые люди пришли, например, к нему навстречу, думая о том, что он им скажет что-то новое. То есть они ничего не могут сказать новое, а я вот им скажу. И если я так буду воспринимать, то тогда, получается, мне нечем будет учиться у вас. А если вы меня ничему не можете научить, то как смогу я вам передать тот опыт, которым вы же меня и обучили? Как я смогу его прогнать через себя, если я этого не пущу, не допущу? Такого же не бывает? И когда мы не можем прийти к какому-то определенному учителю, когда мы не можем прийти к какому-то определенному человеку, который нас проведет какой-то путь, это не обязательно гуру всей твоей жизни, но на каком-то определенном этапе он может подсказать тебе, подсветить какую-то иную ситуацию с той стороны, с которой тебе просто неудобно, туда не попадает свет, ты не можешь так повернуться, ты не можешь посмотреть с этого ракурса. Ведь такое тоже бывает. И если мы говорим, что мы хотим новых ощущений, какого-то счастья, нежности, финансов, даже финансов, чтобы мы могли на эти финансы путешествовать, возить свою тельце в какие-то разные интересные места, кому-то, может быть, даже помогает. Помощь не из состояния помогаторства, я все могу, а из состояния, что если ты готов взять мою опору, то я тебе даю это. И чтобы почувствовать и прочувствовать все вот эти вещи, нужно убрать это состояние Бога, состояние Богини и опуститься на ту землю, по которой вы ходите, по которой вы ходите каждый день и смотреть на то солнце, которое вы видите каждый день, на небо. Вы не на небе сейчас находитесь. Вы просто обычный человек. Я обычный человек. И когда мы начинаем себя называть, что он недостойный, я богиня, я часть Бога, я еще что-то. Ведь это не про то, что другие все ничтожества. Это про то, что у тебя есть шанс все то, на чем ты находишься, увидеть с другого ракурса, прочувствовать с другого ракурса. Ощутить иные состояния себя. Никогда ты здесь для кого-то. ведь очень часто люди не понимают, думают, что я сейчас, какая моя миссия, а какое мое предназначение. И послушайте, многие же, что из вас говорят? Мое, вот я чувствую мое предназначение помогать кому-то. Мое предназначение, там еще что-то, кому-то вот что-то там открывать. Вот я весь такой важный, я буду что-то открывать. А важность, это откуда идет? Важность всегда идет от обслуживающего персонала. Вы им являетесь? Ведь помогают. Вы зайдите в любой отель. Кто вам будет помогать? Самый шикарный отель. Кто побежит вам помогать? Работник этого отеля. Вам не побежит помогать владелец отеля. Правильно? И поэтому, когда вы ищете свое предназначение и не опираетесь на себя, думая, что вы такой помогатор, что вы будете кому-то помогать из состояния Бога, это так работает. Вы либо внутри раскрываете состояние Бога через любого другого, либо вы просто становитесь обслуживающим персоналом на этой плотности, на этой плотности и тешите себя надеждами, что вы такой вот весь особенный, что вы там Бог, богиня. прорастите корнями туда, где вы есть. Пока у вас не будет основы, пока у вас не будет ваших корней в той плотности, в которой вы находитесь, вы в этой плотности ничего не дадите. если вы считаете себя в этой плотности Богом или Богиней, то вы где-то там, у вас нет основы, у вас нет то, на чем вы стоите, а если вы ни на чем не стоите, как вы можете что-то дать? Тогда вы для этой плотности абсолютно ненужные, никчемные, бесполезные, бесполезные. Только тешите свое эго важностью, надувая постоянно себя, чтобы быть все время в парении. Вот такие мысли у меня сегодня простые. Ребята, если есть у кого-то вопросы, вы можете выйти в эфир, я вам сейчас если кто-то будет поднимать руку, могу вам открыть микрофончик, и вы можете либо голосом со мной поговорить, либо с камерой. Ребята, давайте откроем микрофончик от мячей, правильно произнесла, тоже открыла, руку поднимала, да, здравствуй, привет, хотя бы, так, а тут я могу включить видео в принципе. Да. Так, секундочку. Привет. Привет. Рада видеть, рада познакомиться, или встретиться. я с одним вопросом хотела задать вопрос по поводу наверное какого-то энергетического состояния своего, что вот у меня сейчас такой вопрос на происходить, когда я вот не ем, а утончается все, все больше, и я считываю все больше пространства вокруг, энергии, да, даже вот слышу там голоса или как-то слова, я не знаю, людей, с которыми общаюсь там телепатически, и иногда бывает так, что я чувствую, что я натягиваю на них какое-то состояние и не понимаю, как мне от этого, ну, то есть, как, или это же мое отражение моего состояния получается, если оно негативное, не очень приятное. Это твое состояние, это ты на кого-то другого свое состояние натянуть не можешь. Единственное, что ты можешь, это можешь ему, вернее, свое состояние как-то транслировать, а любой другой иной человек, он всегда вправе, он всегда знает, принять это состояние или нет. Часто просто люди принимают это состояние по незнанию, по неумению, по разным причинам. А так, чтобы ты насильно кому-то дала это состояние, такого не бывает. Это, опять же, наша важность зашкаливает, как мне говорят. Я ему даю вот это, я вылечила кого-то вот от этого, я там избавил кого-то вот туда-то от того-то, от того-то. Нет, ребята, это так не работает. Если человек не хочет принять, он это не принимает. Если он принимает и говорит, я не знал, это твоя ответственность, то, что ты не знал, это твоя ответственность. То, что у тебя есть ноги, как ими пользоваться, это твои ноги, ты должен знать. Это, опять же, вырождение аватара, мы будем говорить об ответственности за свое тело, когда люди говорят, вот я болею. Болезнь не принадлежит телу. Человек не может болеть телом. Он всегда, у него болезнь начинается с головы. Как ни крутите, то есть либо сейчас болезнь нужна, либо ее заложили вы некоторое время назад, чтобы у вас происходило то-то и то-то. Не бывает такого. И на депривации сна мы тоже проговорим про болезни. Как наша голова включает, постараюсь все успеть, у нас там всего будет 5 дней. Именно поэтому я разбила ребят на разные марафоны информацию, чтобы все не пихнуть в один марафон, чтобы у вас не вскипела голова, просто разбила. Потому что все что происходит с нами, это не кто-то нам дает, это мы разрешаем себя блокировать. Мы разрешаем менять свою густоту крови, чтобы воспринимать иные вибрации. Мы разрешаем кому другое влезть в наше энергетическое поле, чтобы на него же скинуть ответственность. Это все про себя, это все про нас, это не про других. Ну да, я уже начала озвучивать и сразу это увидела, что я да, просто видимо мне сейчас надо закрепиться больше в каком-то состоянии радости наверное и чувства излучения другой вибрации и вот почему-то я скатываюсь резко бывает в какие-то негативные состояния и сразу привлекаю какие-то вот эти события наверное получается так они отражаются да, потому что тебе удобно тебе удобно их замечать потому что эти состояния замечаются проще же когда что-то хорошее мы передаем человек может это хорошее так и взблотнуть и все остается с этим хорошим и ты не видишь его реакции а когда плохое ты сразу же видишь у него такая рябь идет ты даже можешь не видеть это глазами но ощущать через тело через то что между вами происходит у него прям рябь идет от его тела и тогда нам видно и тогда тогда идет как бы вторичка идет тебе что я могу то есть это опять про то что про самоутверждение неосознанно бывает очень часто хорошо я может пока отключусь может у кого-то если нет то я потом еще задам хорошо красиво да ребят не стесняйтесь задавайте вопросы кто-то хотел руку поднимал у меня вроде все микрофоны всем открыты да ребят у вас у всех микрофончики открыты поэтому можете можете просто голос можете наведить ну тогда армии выходи еще раз задавай вопрос который ты не задала если вопросов больше не будет то будем закругляться ну я так понимаю у меня просто вот здесь сейчас вопрос раскрывается ну когда я иду больше там в нееде да ну то есть в естество то там тоже ну раскрываются какие-то новые состояния ну к которым возможно я не привыкла еще и страхи какие-то начинают идти и меня вот раскачивает там психику на какие-то реакции не знаю хотя может это я все себе сейчас придумаю просто сейчас говорю то что говорю но вопрос был ну то что мы только что с тобой проговорили я так поняла что почему я вот застреваю в этих каких-то негативных еще состояниях видно потому что наверное я себе не разрешаю любовь к себе вот у меня такое пришло что я почему-то закручиваю свой ну ну часто в негатив куда-то падаю и потом отзеркаливается мне от других и я ну просто только что проговорив это ну увидела что почему же это происходит видимо потому что я не иду в противоположную сторону сейчас и не иду в какую-то любовь к себе чего я хочу действительно вот так наверное поэтому вообще ребят очень сложно пойти в любовь к себе потому что очень часто мы не понимаем что такое любовь к себе ну вот это у меня сейчас вопрос я как будто бы и правда до конца не могу сейчас это понять хотя чувствую что она есть внутри я как бы вру себе как бы я там знаю где-то но вот как-то наружу наружу это вытащить сейчас именно но вот так бывает смотрите про любовь к себе я делала эфиры настолько насколько я могу передать через камеру но на ретритах конечно же это передать намного легче но не том что легче а то есть ребята уже понимают что такое любовь к себе то есть они начинают постепенно раскрываться он как Ангелина приехала а потом с ретрита через какое-то время показывает нам вот такой вот просто нереальный букет роз который ей подарил мужчина вообще с другой стороны организовал доставку все это и это просто потому что она за столько лет первый раз позволила себе быть девочкой она просто не могла абсолютно ну просто это это невероятно красиво молодая женщина у которой красиво абсолютно все но мы же себя не за красоту любим и другие нас не за красоту любят а за что любить мы не можем понять вот мы начинаем за собой ухаживать мы начинаем свое свой аватар приводить к какому-то идеалу чтобы начать себя любить с понедельника не понимая где это и как это что такое вообще про любовь к себе и когда мы не понимаем мы начинаем не неосознанно злиться на окружающий мир мы даже часто очень не не можем понять что это вообще выходит какая-то злость да но вот это восемь удовлетворенность ну вот каждый раз я вроде вижу что ты только что сказала что это про девочку это мой случай получается и ну вот я прям увидела что почему-то мне туда как-то сложно пойти наверное нужно вот с этим как раз и разбираться ну либо не сложно а там есть какие-то у меня вопросы к хотел сказать к человеку но оказывается к себе самой ну то есть к другому человеку и не знаю постоянно я упираюсь в какой-то что-ли страх или что-то такое вот что-то спросить или сказать ребят страха не существует страх это мысль в которую вы поверили мыслите другое вообще приезжай на ретрит и там ты проработаешь все звезды по-другому не бывает но это настолько все просто просто мы все время ждем какого-то подтверждения от кого-то вроде бы я же ничего нового не говорю я ни один эфир вам не сказала что-то новое я вам просто поднимаю одни и те же моменты с разных сторон у кого-то вот это проберет кого-то вот это вот отчелкнет кого-то вот это вот стригерит и то же самое происходит на ретритах просто ретрит здесь камеру выключила через 30-40 минут и все и вы пошли обратно вас раз и утащила обратно свое пространство в которое вы привыкли быть а тут вы находитесь 5 дней в моем поле вас никто никуда не утащит хотите вы не хотите это это больно первые просто в отрицании 99% ребят просто в отрицании да нет ну как ну вообще ну про что а потом через вот эту боль вылезает ваш цветок я бы может и может и хотела да не может я бы хотела приехать я уже наблюдаю я просто сейчас не в россии поэтому ну это такое если захотеть конечно можно приехать вот но уже собиралась так что а когда начинается ретрит в сочи в москве в сочи в москве в октябре а в сочи в ноябре алтай потом у нас летний будет алтай и байкал летом может быть получится на лето смотришь ну может может и да кстати да ну вообще я на самом деле увидела я думаю вот таких два момента спасибо большое за куда смотреть и видимо я постоянно на них натыкаюсь как бы я убегаю куда-то что-то еще другое ищу ну пытаюсь а все в принципе вот там как я увидела ну в этих двух моих моментах где ну как ты сказала страх пойти и сказать а почему сказать не хочу или не могу сделать действие потому что вот не сделала то что еще до этого хотела на самом деле хочу просто уделить себе какое-то внимание и ну то есть просто так как я лично для себя могу но почему-то себе это не разрешаю либо нахожусь сейчас не в том месте где ну ну я так себе сейчас отвечаю где не могу до конца расслабиться чтобы быть ну хотя может это тоже отговорки но но чтобы чтобы быть чтобы дать тебе то что я хочу дать вот где-то ну вот наверное дело не только в этом там может еще что-то есть да ты это все знаешь вот вот я чувствую что где-то знаю да вот глубоко но да она есть я вот прям сейчас вижу что там несколько этих штучек но их так вот не сразу увидишь конечно либо они постоянно они там есть как бы да но я их почему-то ну видимо не подсвечиваю как бы они там просто себе и другие какие-то вот события привычные ненужные даже может быть просто отвлекают от того чтобы посмотреть более глубоко вот так выходить из привычного состояния все привычное состояние это все то что вас держит в этой жопе в которой вы находите сейчас ну да иногда даже думаешь боже это же так просто даже просто сменить очень часто мы не можем выйти даже в простое почему не можем выйти потому что мы же богини боги нам же нужно все самое лучше нам же нужно вот это не осознавая очень часто не осознавая то куда нас это выводит почему вот эти вот некие тренинги тренера которые там вот этому учат денежному мышлению там я не знаю выйди замуж за миллионера там ты богиня ты бог там еще что-то это настолько рабское мировоззрение что очень часто человек этого не осознает мы еще потом сделаем попозже эфир наверное во вторник мы пришли на нашем канале посмотрим если захочется но не будьте там где вы есть сейчас вы же все идете в развитие себя но идя в развитие себя это же не почитать какую-то новую книжку это не сделать какую-то новую практику полчасовую это просто просто все менять самого элементарного начните менять себя с того что себя то есть это не выкинуть старые шмотки это не про это не обновить гардероб а для начала начать быть плохим вот если мы все стремимся многие стремятся быть хорошим вот я вот этому не скажу плохо потому что я его обижу я не скажу это не про то что сказать плохо это про то что сказать правду это про то что показать себя какой ты есть без прекрас ну вот я да вот я такая вот такая вот потому что я такая не потому что вот я что-то там от кого услышала это я и вот когда ты начинаешь себя истинного показывать сначала перед самим собой сначала ты не сможешь сразу же пойти и сказать там сектом раздал всем дюлей такой весь сидишь счастливый довольно нет и страдать будешь от этого перестройка себя это просто ты себя будешь грызть страдать можно думать так как же я так мог сказать человеку да ведь он не про это но чем быстрее ты научишься это говорит чем быстрее научиться человеку говорит вот ты вот это не сможешь не потому что его оскорбить ты все время должен мотивировать почему ты это не сможешь потому что это не твое и про сейчас намучаешься придумаешь себе картинку того то того и сам же разочар evolution в этой картинке то есть рассказывать человеку почему ты так но тоже самое добавлять это моё видение потому что твое единия это не истинно моё видение то что я вам говорю это не истина это просто мои видения то что я я вам рассказываю, это моё видение моего мира. И я вам просто транслирую всегда свой мир. Если вы хотите, если вам резонирует, вы что-то берёте для себя. Если не резонирует, вы уйдёте своим путём, вот и всё. Но мой мир для многих, многие в него не могут попасть, потому что для многих он становится очень жёстким. У меня нет там лыжи. А когда нет лыжи, он становится бескомпромиссным. У меня нет компромисса в моём мире. У меня нет такого, что если тебе не нравится, ну давай найдём какой-то компромисс. Мне не нравится это. И мы можем найти некомпромисс, мы можем найти ещё какое-то решение, где может быть и мне комфортно, и тебе. Но я никогда не буду работать, например, с человеком, которому некомфортно работать со мной. Потому что я буду понимать, что его это будет всё время зажимать. И мы с каждым, с моими ребятами, которые работают со мной, мы с ними обсуждаем каждую мелочь, каждую таль, чтобы было комфортно не только мне, но и ему. Потому что будет работа, она будет бескомпромиссная. Работа всегда бескомпромиссная. Если я с кем-то в единой, ну как сказать, общее понимание, чтобы было общее понимание, дружбе, то у нас нет такого, что дружба – это вот обязательство, дружба – это истина, это та же самая истина. Если человек понимает, что я, например, я могу не брать трубки несколько дней, но если я взяла трубку, он понимает, что я взяла не потому, что он звонит, а потому, что мне хочется с ним поговорить. И это другое. Он понимает, что это искренность, это действительно так. И свой мир менять на искренность – это сложно, это прям, это все под корень нужно рушить, потому что у нас все было устроено на лжи, не из плохих побуждений родителей, а потому что они по-другому не знали, не умели. Они очень многие учат даже сейчас детей из состояния выживания. Вот у меня сейчас дети ходят в одно заведение, только один ходит в колледж, а второй в школу. Это частное заведение, которое далеко не дешевое. Но у меня ребенок знает, что он там не потому, что он какой-то мажор, а потому что так комфортно и мне, и ему по определенным причинам. Но если он не сможет туда ходить, он может пойти в обычную школу, не потому что что-то там изменится, потому что это не для показухи кому-то, не для статусности себя, не для галочки, что я этого достиг, а только для удобства. И вся жизнь у нас должна раскрываться для нас, для нашего комфорта. Все в этом мире для нашего комфорта. И об этом мы с вами поговорим на денежном марафоне. Потому что это все просто. Когда вы идете из простоты, из любви к себе, у вас не может быть такое состояние, что у вас нет на что-то денег. Если это вам нужно, на это у вас всегда будут деньги. Но это только про честность. Это по-честному, когда вы себе признаете, что это мне надо. Для этого с этим мне будет комфортно. Надо же понять, что действительно тебе надо. Ну, я про себя, я так в общем. Да, интересно, спасибо, что посвятила тоже этот вопрос по поводу денег. А то оно у меня был какой-то, тоже прям-то в точку сейчас было. Вот. Я как-то забыла уже. Ну, не забыла, но, видимо, фокус куда-то снялся в другую сторону. Да, ребят, у нас не могут закончиться деньги. Все деньги мира, мир-то чей? Если не наш, если вы уйдете с обслуживающего персонала, боги, вот эти вот богини, которых себе кто-то возомнил, это обслуживающий персонал, это вот эти вот, которые, когда мы говорим, что мое предназначение помогать, это обслуживающий персонал, ты себе только можешь помочь, ты есть этот мир, через тебя только светится мир. И когда мы уходим вот с этой вот, с низшего восприятия вот этого благостного, псевдоблагостного мира, тогда мы начинаем понимать, что мир-то чей? Мир наш. Как может у нас, если он мой, если у меня в кошельке деньги, мои деньги, как я могу оттуда не взять свои деньги? Если мир, все, что в этом мире создано, это создано для меня, как я могу этим не воспользоваться? И когда будет вот это вот ощущение, не из состояния бога, а из состояния, что ты это и есть мир, ты это и есть отражение, этого света, то весь свет, он будет тебя отражать. Не могут закончиться какие-то ресурсы в твоем мире, не могут, если ты понимаешь, что ты есть в этом мире, для чего ты. не существует бедности, не существует болезни, не существует этого ничего, это только существует в вашей голове в 15 сантиметрах от уха до уха. Все. Что вы туда положите, что вы там в себе поменяете, это только зависит от вас. А я постараюсь сделать так, чтобы вы как минимум очистились. Да, что тут сейчас сказать. Классно. Ну, так оно и есть. Может, кто-то хочет. Я отключусь тогда. Или как здесь не надо отключаться, чтобы кто-то заговорил. Будет возможность или надо. Да, тут, по-моему, без разницы. Ребят, если кто-то хочет задать вопрос, задавайте. Света, привет. Да, я вот просто хотела добавить по поводу ретрита, да, что вот, например, то, что я получила на ретрите, я до того в эту сторону вообще не смотрела. То есть я даже предположить не могла, что вот то, что я открою на ретрите, все про меня. То есть, ну, действительно, мы порой вот вообще не видим, и нам нужна вот помощь со стороны, ну, сторонний взгляд, можно так сказать, чтобы вообще в ту сторону посмотреть, в которую надо посмотреть. просто берем. Если нам нужен учитель, он тоже есть в вашем мире, просто его берите. Ребят, если нет вопросов, то я пошла на моречко купаться. У нас уже не так жарко, поэтому, ну, вода еще теплая очень. Светлана, можно вопрос? Да, давай. Смотри, я понял, да, ты сказал, что на ретрите там полные пять дней, и поле твое ты держишь, как бы, да, мы никуда не соскочим. Это все понятно. А вот эти пятидневные марафоны, они как проходят? Сколько они по времени проходят? Ну, тоже, чтобы дорожную карту понять. Марафоны, они проходят все по-разному, какой-то марафон пять дней, какой-то семь, там, по-моему, есть у меня то ли 14, то ли 21, не помню. Они проходят в Телеграм, в канале, и это часовой, часовой эфир, часовой полутора, часовой эфир каждый день. То есть я потом читаю вопросы, вы общаетесь там в чате, я читаю вопросы, отвечаю на вопрос, введу какую-то новую тему, мы ее там разбираем, на следующий день тоже самое отвечаю на вопрос. Но есть еще марафоны, как индивидуальные. Есть марафоны там до 10 человек, там уже у нас идет просто вот общение такое, как с вами, только по конкретным темам, туда уже залазим глубоко. И есть индивидуальные ретриты, марафоны. Но ретриты тоже есть индивидуальные. Почему я этот вопрос задаю? У меня многие друзья тоже хотят нырнуть до приватности сна, но мы все чайники, поэтому и говорю, будет ли толк у нас, если мы только-только начинаем и как бы просто первый раз ныряем до приватности сна? Ребят, смотрите, там не будет, что вы обязательно должны сколько-то не спать. Там будет, я буду вам передавать те знания, которые есть у меня. они для вас будут информацией, как только вы их пропустите через себя, они станут вашими знаниями. Сколько вы возьмете, это уже ваше, но все эфиры же они будут в записи, то есть вы вы их прослушали, потом у вас какие-то там процессы прошли, как правило, два месяца идут процессы в организме, в осознании. Через два месяца вы можете прослушать весь тот же самый марафон, и у вас будут уже абсолютно другие осознания. Вы уже услышите другую информацию. Только единственное, что в записи, когда кто-то покупает, у него не будет возможности задать личный вопрос. Если, например, появляется какой-то прям вопрос, либо каждый эфир, потому что когда был вот этот первый марафон рождение Аватара, там были ребята, которые прям одни просто слушали только, а одни постоянно участвовали, постоянно задавали вопросы, для них это было важно. Я так понимаю, если кто-то человек приезжает на ретрит, я сейчас уже убираю, да, марафон, не важно там денежный или при вас и сна, то на ретриты это как бы все в комплексе, да, и духовно, и материально. Ретриты я вас скрываю. То есть здесь я говорю какую-то информацию, с которой вы можете там какие-то новые познания в себе делать, какие-то новые открытия для себя делать. То марафон это вы просто, я просто вас меня, то есть я вас достаю из вас. То, что вы есть сейчас, то, что вы есть сейчас, это то, что вы думаете, кто вы есть. А истинного, когда из вас достаешь, то вы просто офигеваете, кто вы вообще есть. Сколько у вас вообще знаний, сколько у вас вообще открытий, вообще на что вы способны. Но восприятия этого нет, кто вы такой. То есть вы сейчас в 90% случаях тот, кто вы думаете, что вы есть, не тот, кто вы есть. Понимаешь? Да, это я прекрасно понимаю. Но одновременно я ничего не понимаю. Это здорово, да? Так оно и есть. Приезжая на ретрит, поймешь. Да, у меня была такая задумка приехать именно под Москвой в ретрит. Но я заметил, за несколько недель до этого будет первый международный слет именно по автономам со всего мира приезжает. Я вот, как бы, ум у меня тоже метается или на ретрит, или туда поехать. Ну, тоже сам выберем. Спасибо. Ну что, ребят, буду тогда с вами прощаться. Огромное спасибо вам за вопросы. Вот. И здесь мы увидимся через неделю и опять будет какая-нибудь такая у нас темка, которая не для слабонервной. Все, всех обняла. Всем огромное спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok